здорово здорово 9 9 2 9 левела ну что ж дурочки пирожочки всем привет и добро пожаловать на канал посвященный игре mobile legends добро пожаловать на итоговый видеоролик про такого героя таком герой как джой это у нас и гайз и ласт катка и вообще итоги по поводу всего этого персонажа и давайте наверно сразу перейдем к таблице и наверное именно с нее и стоит начать в обсуждении данного персонажа тем более что на стремии это делать перестал и джой на пятом месте ладно это все обманка это сортировано по лучшему по сути показатель на этом персонаже это именно по суммарно урон плюс впитана и тут такие ребята как бальмонт эдит лапу лапу и теризла фактически все были сделаны недавно все выступили в этом показатели лучше этим отсортируем по каткам просто да именно от меньшего к большему то джой займет 16 место в принципе для 76 челленджей по моему цифра довольно таки неплохая то есть 16 каток вроде как неплохо кстати скоро новый ранг и я подумаю наверное делать как раз ки эти челленджи уже до получается до миф славы возможно там 50 звезд может это чересчур не знаю посмотрим подумаем как лучше и докуда мы будем делать то что миф слава будет 50 звезд может до триумфального мифа какого-то делать да он там такой будет между мифом и миф славы еще это будет чуть сложнее но это еще ними слава чтобы долго не задерживаться в общем нужно будет подумать и посмотреть на самом деле как делать дальше либо дальше до мифа как вы считаете потому что до миф славы я раньше не делал по той причине что это очень долго прям супер долго и один челлендж может затягиваться надолго кто хочет смотреть через три недели четыре недели пять недель до кому это надо никому герои чаще меня есть больше челленджей больше новых зрителей потому что людям нравятся разные персонажи и хотя многие смотрят на на все что я делаю да вот так касаемо джой да она занимает на 16 место ведь знаете вам интересно можете обсудить обсудить посмотреть все это ссылочка на таблицу будет в описании но вот самые важные пункты я назвал да по нанесенному урону герой у нас получается джой где ты вообще там где ты своими 88 катками потерял я ее потерял наверное где-то вот в этой толпе да она 17 кстати по полученному урону джой у нас со своими 88 катками 7 да ну вот суммарно 5 получился здесь в принципе неплохо учитывая что выше представляете там нет всяких джонсонов и тому подобных героев которые у меня были как бы на челленджи да это все бойцы он руби во второй раз он как много впитал отель из вообще миллиарды впитывал коротко если про этого персонажа что-то сказать я могу добавить да кстати если вы посмотрите у меня вот здесь вот итоги да то немножко иные будут отличается винрейт получается количество mvp дело в том что мне на старте челленджем пришлось сыграть 5 каток чтобы дойти до мастера чтобы купить героя был была покупка не недоступна да вот так вот происходит то это есть то этого нет в этот раз опять было поэтому я тогда сделал 4 mvp 1 на уранусе и 3 на сливане на сливане я еще одну катку во время челленджа играл когда сам себе случайно завалил персонажа вот я добавил этих 3 mvp а вот ту катку сливана я не добавлял мы не добавляем катки которые я играю на других персонажах эти я добавил исключительно потому что иначе невозможно то есть старт был именно вот на других персонажах и я добавил и винрейт пересчитал с этим расчетом и легендарный добавил винрейт пересчитал потому что если бы я играл на джойс того самого старта винрейт был бы получше просто еще бы 5к таки она не бы выиграл как раз таки скорее всего снова коэффициент я не менял хотя коэффициент тоже может быть но он бы не сильно поменялся может быть 97 был но винрейт тоже там не сказать что прям катастрофически поменялся 82 и 9 получилось на 1 процент увеличился винрейт таблицы в итоговой вот как-то в принципе как-то в принципе так давайте наверное переходить герою а ну наверное по итогам еще что хотел бы сказать герой классные герои сложные но не сложнее бенедетты не сложнее фани уж точно герой сложноватый но не супер сложно для того чтобы на ней играть идеально сложность будет чтобы играть плохо сложности нет вообще никакой и каждый может на нем в принципе на этом герое попробовать поиграть и у него кое-что получится герой очень похож на предыдущие что лапу-лапу герой может залететь заднюю линию да он стоит опыт а потом файте он просто летает заднюю линию за счет своих вампиризмов щитов он просто наносит много урона но противников не всегда может добить не всегда ему хватает этого самого как раз кем урона получается и команда должна добить то есть может зайти выйти оттуда да на скоростях замедлив оппонента как-то уйти выжать команда всех добьет по сути ну либо конечно на лучника присесть и попытаться его убить и вот как-то в принципе так наверное давайте переходить к способностям и способностями здесь все не так уж и просто да потому что их наверное да какие-то я в катки пойду объяснять потому что особая механика прям уникальная механика есть какой-то ритм так нужно попадать чтобы убивать и все остальное кажется сложно но со временем я просто начал играть автоматически и все просто начал играть автоматически наша пассивка она конечно здесь так написано муторно но суть в том что джо если попадает по противнику раз 4 секунды это либо крип лесной либо противник любой способностью раз в четыре секунды она получает хороший щит который очень сильно бафается от маг атаки нашей до плюс она ускоряется принципе и все то есть мы получаем щиты если попадаем способностью либо первой либо второй получается либо ультимейтом любой способностью по противнику мы получаем щиток плюс мы ускоряемся но 1 4 секунды но суть в том что раз 4 секунды только на одного противника если это много противников кругом то вы активирует сразу на всех и получаете очень хороший щиток например если вы делаете ультимейтом либо 2 проскакиваете через противника также это фикси эффект можно активировать прыгнув через нашу первую способность в общем первая наша способность это кристалл леонинов по сути да мы кладем кристалл леонинов на землю либо попадаем в противника мы либо если в него попадаем то мы его еще и замедляем ну и ставим наш пассивку понятное дело если это возможно но вся эта суть этого с этой способности будет чуть позже совсем немного позже наша вторая способность это мяу ритм я записываю в третий раз потому что этого объяснить вообще сложно первых джой делает рывок вперед просто делает рывок вперед если она попадает либо по этому кристаллу который первой способности либо по самому противнику либо по крипу по любому врагу то она входит как раз таки в ритм да и если она входит в 3 там она может использовать эту способность повторно ровно также по кристаллу леонинов и по врагам аж целых еще четыре раза то есть суммарно 5 прыжков делает если попадает по врагам если эта способность попадает в такту урон от этой способности увеличивается на сто процентов сразу показываю если мы просто юзаем вторую способность она просто уходит в колдаун и на этом все и на этом конец если мы прыгаем по противнику это может быть любой противник то мы можем прыгать уже как раз таки несколько раз потому что мы по нему попадаем и ритм продолжается но при этом если мы опять же сейчас способность от колдау ница до конца если мы попадаем единожды по противнику разок попадаем и сразу вторую просто дали бы прыжок либо не успели к стану еще раз вторую а ее нужно к стану достаточно быстро вы видели то все она завершается просто заканчивается и если мы прыгнем в пустоту вот так вот то она тоже завершается мы больше ее использовать не можем это не обязательно делать по одному противнику в принципе если будет стоять здесь вот еще один боевой бот и здесь еще один боевой бот и здесь еще один боевой бот то мы в принципе можем вот таким вот макаром через них прыгать через 1 2 и вернуться вот в круг опять же ровно тоже мы можем прыгать как раз и через наш кристалл то есть вот он первый прыжок вот он второй прыжок вот он 3 вот он 4 вот он 5 вот и все по поводу четверть такта и как попадать смотрите когда мы давайте мы тут наверно без перезарядки сделаем и быстренько прокачаем это чтобы она нам не мешала когда мы прыгаем по противнику вот снизу бежит полоска вы видели эту полоску да и нам нужно попадать повторно в эту же способность последний как раз таки четвертый так именно в 4 1 2 3 4 вот где вот с ушками прям появляется этот так то есть мы и тогда урон увеличивается то есть мы делаем раз делаем два три четыре пять говорил как делаем первый сам не попал принципе возможно делать прыжок тычка прыжок тычка прыжок тычка прыжок тычка и вы попадете во все ритмы а нам нужно научиться попадать во все ритмы желательно то бишь прыжок . прыжок . прыжок . прыжок . прыжок . вот попал во все ритмы это не будет сразу получаться я вас уверяю я тем более способность направлял и кстати если стоит где-то кристалл леонинов вы ставите если вы автоматически нажимаете вторую он автоматически прыгнет кристалл леонина также вы можете делать прыжок кристалл леонинов прыжок-прыжок прыжок то есть я добавил кристалл леонину чтобы прыгнуть дополнительно также а если вы там стать отображаются отображается как раз таки пассивка когда мы попадаем по противнику именно по герою вот она снизу появляется то есть не по крепам на лайне а по герою либо по крипам лесным появляется пассивка вот который 4 секунды перерожда перезаряжается также это работает на черепаху также это работает на лесных крипов и если мы противника кидаем первую и сразу делаем в него рывок мы получаем сразу двойной щит это можно использовать то есть врываться можно через первую это очень удобно потому что в принципе двойной щит как будто бы это отдельный враг наш кристалл леонинов вот как то так 2 способность так и цена лесных крипах на крипах на лайн на лорде где угодно вы можете в ритм прыгать бесконечное количество раз но желательно бритв до чтобы увеличивать урон от этой способности забыл сказать что на герой есть антиконтролец 2 способности когда мы попадаем именно по герою 2 способность когда мы вошли в ритм на секунду мы получаем антиконтроль и вот так вот прыгаем и мы в антиконтроле и это просто какое-то безумство да конечно если подойдет комис франка нас или кая схватят своим подавлением мы ничего сделать с этим не сможем но это какой-нибудь saber нашу льтует мы продолжаем прыгать и настакивать как раз таки нашу вторую способность а нам нужно это дело для ультимейта чтобы его использовать как раз таки да мы продолжаем краски таки но важно если в момент прыжка первого вам дают в лоб кто-то вас прыгает с остановлением как например у бальмонда и любо данга кулак или его прыжок то вы просто остановитесь вы не прыгните вот этот первый раз через противника вам нужно первый раз прыгнуть но вы это прочувствуете вы это поймете да и вообще с ритмом вы тоже поймете можете первое время на музыку делать расчет на звуки до можете на эту полосу смотреть потом вы просто будете это понимать что вы прыгнули вам чуть-чуть подождать еще раз прыгнули то есть вот на 4 этот ритм вот в центре когда как раз таки идет эта полоска вам нужно сделать еще один прыжок в принципе как-то так антиконтроль это бомба понятное дело и давайте перейдем к ультимейту как только мы настакались пять раз мы можем использовать наш ультимейт мы получаем а когда нажимаем ультимейт мы получаем ускорение также у нас снимаются все дебафы которые нас есть там замедло еще что-то если на что-то подобное было там поджог как очищение работает ультимейт но его просто так не нажмешь мы должны получить вот эти вот пять стаков и тут на самом деле все не так то просто с этой способностью есть много нюансов каждый раз когда мы попадали в ритм мы увеличиваем этот урон весь который будет от ультимейта лететь по противнику на 30 процентов если мы попадем всеми четырьмя как раз таки вот этими ритмами в такт правильно в ритм попадем то мы еще получим 40 процентов вампиризма на нашем ультимейте супер бомба также джой по сути по земле как будто бы бьет и наносит урон вокруг стоящим целям это ау я дэмэдж такой дат ультимейта идет и вот если по одному противнику несколько раз попадает этот урон то он уменьшается на 20 процентов даже если вы там получили бонус 30 30 30 то есть увеличили на 120 процентов весь урон от ультимейта есть попали все в ритм он начинает на 20 процентов с каждым попаданием по одной и той же цели уменьшаться этот урон и уменьшается вплоть до 20 процентов конце концов урона супер мало то есть добить цель когда им становится невыносимо сложно точно старте вы врываете много-много урона а потом его просто нет поэтому на помощь приходит кто мистер пробер нет на помощь приходит пылающий жезл которого он не уменьшает а зато мы на него навешали этих стак ну и конечно же там какая-нибудь палочка гения до которая тоже вот дает это вот какие-то эффекты за то что сколько раз вы атакуете в принципе не знаю даже стоит ли показывать попали в ритм начали наносить урон большой попали плохо в ритм маленький урон до когда-нибудь даже есть такие моменты что ты врываешься файт раскастовался не попал в ритм все ты понимаешь что ну лучше я сберегу пока что ультимейт я пока что дождусь колдауна 2 еще раз попробую попрыгать чуть лучше но и кстати я понял это только сейчас то что в принципе если попал тремя стаками урон а четвертым не попал в ритм до твой урон будет меньше на 30 процентов как бы да круто попадать во все но если ты попал и 2 то этого достаточно то есть тут вот так и написано что каждое применение навыка мяу ритм джой в такт увеличивают урон этого навыка на 30 процентов каждая то есть ли вы три попали последний не попали вы все равно получите бонус 90 процентов урона от ультимейт в принципе все нужно просто научиться попадать в этот ритм каким-то образом я сам не идеально попадал то есть было скатку мои посмотрите я там попадал не все но при этом играл и до мифа дошел да а потому что ну надо больше практики на этом персонажа чтобы научиться я кайфанул с этого челленджа мне он очень понравился до меня бомбило потому что не может соло лейнер чаще всего выигрывать соло катки потому что они затягиваются 25 минуты когда ты играешь в лес на героя а кстати джой может играть и в лес и в мид и на галде на может постоять везде но лучше всего настоит опыт и хорошо играет против бойцов и чувствую себя там классно столько сегодня у никому увидел которые мне говорили что джой в опыт да джой в опыт да так она играется все так и делается и он говорит чат на клыка там возьмешь мне написал чувак типа против 3 злой стоя я сейчас найду эту катку это писал мне по полику по не это писал хари я быть может и взял на клыка но я единственный кто в этой катке вообще играл у меня там 41 процент урона у меня 55 пуш и 36 питанного получил mbp катка просто одноколично 14 минут играть 14 минут играть потому что вот этот хари то вообще говорил что что ты что ты делаешь что ты прыгаешь что ты вообще бесполезный типа я хотел бы чтобы эту катку для мест после нее бомбанула я бил рукой по столу и что вообще пригорел но после этого там еще катка одно потом еще поражение потом серия пошла и мы в принципе закончили да ну у меня так от этого сгорела просто герой может наносить уйму урона питвать уйму урона и вы видели что за 70 челленджей вот это вот в пит на плюс нанесенный просто пятое место и я считаю что это супер шикарно супер бомба это я на этом герой играю не идеально и подмещение в тикток не знаю насколько это правда ли что кто-то на своем стриме говорил что он на джой бы сделал до мифа за 6 часов да ну во первых да если умеешь играть ты возможно можешь пройти это челлендж даже без поражения хотя есть вот такие вот катки как так когда у тебя вся команда отказалась почему-то играть а еще бывает что у тебя там три бронза и 1 афк и как бы ну попробуй да потащи во первых такие бывают катки во вторых джой из того что стоит соло она не может влиять на всю карту я бы не закончил свою мысль то есть ты если стоишь в лесу или ты играешь на дк но на дк это другая история выформил ты сам сам себе режиссер ты можешь выиграть эту катку а если ты стоишь лес ты влияешь на всю игру ты помогаешь каждому лайн каждый лайн начинает продвигаться вперед и начинает выигрывать катку на ней стоишь соло и ты свою лайну дернулся тебе вышку сломали еще что сделал тебе ну ты конечно пытаешь скипнуть лайны куда-то отойти потянуться помочь но это не тот не такое влияние на всю игру а так вот из того что стоим со своим лайне у тебя очень много каток по 20 минут то есть я посмотрел у меня на эймоне было пять поражений за вещей меня никогда не забирали героя я играл вот меня пять поражений за все время и там всего лишь 60 где это количество игр сколько получилось суммарно 62 игры на эймоне в принципе вполне возможно если ты прям красавчик сейчас среднее время катки получится 13 минут так вот если мы примерно есть и на эймоне не проигрывал там получилось бы где-то 55 каток это учитывая что у меня были mvp повсюду много очков получал то есть можно ком-нибудь герои проходить челлендж пройти все идеально но без единого mvp без единого легендарного без единого 3 полкила у тебя получится 90 каток без поражений потому что ты будешь получать очень мало очков на эймоне было супер много очков предположим ладно что я также бы играл только без поражений также бы делал mvp маньяки и все остальное легендарные мне понадобилось 715 минут а 715 делим на 60 это получается 12 часов это прям супер ультра идеально я закончил за 21 час мы сегодня посчитали с пятью поражений по потому что пики баны потому что загрузки потому что пока там с катки вышел пока катку нашло и вот она сколько ты вот готовишься катки это еще столько же можно в принципе добавить там получилось 12 часов у меня 11 и 9 то есть 12 часов плюс еще где-то 6 часов вот в идеале ну часов 18 надо чтобы соло закончить челлендж на хорошем убийце на этом герое ты стоишь соло лейн у них убийца в этот момент убивает двоих благодаря тому что ты умеешь играть ты затягиваешь эту катку до 24 минуты а потом ты эту катку проигрывать у него среднее время игры было огромнейшее просто вот мои ластовой катки тут нет самой ластовой катка 18 минут катка 14 минут катка 12 минут катка 17 минут катка 12 минут до 12 43 поражение 2558 поражение 2343 поражение 2406 но вот 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 так просто да если там победы 1407 если вот получается и мой я соло свой играю команда играет там тоже неплохо значит мы выигрываем классно но за 6 часов закончить на джой я отчет сомневает ну-ка это вообще нереально это первое вообще нереально но закончить за ней на ней даже за 15 часов будет очень сложно прям супер сложно потому что вот идеальные условия на герой который делает очень много киллов получает везде mvp убийца эймон на котором я просто выносил все вот просто в заходил катку и выносил мне вообще не препят не было команда умирает я все равно все выносил я все равно закончил за 12 часов за 12 за 20 часов вот я не знаю кто-то сказал мне в тиктоке что кто-то так говорил на своем стиме может это и не правда но все равно этот момент я хотел немножко прояснить очень сильно затянул я понимаю поэтому эмблемы я играл здесь скорость передвижения здесь проникновение здесь лавка чтобы удешевить слоты все очень просто боевое взглянание и наконец-то открыл для себя отомщение то что меня его никогда нет я бы здесь открыл за алмазом там все толпы играли с отомщением отомщение просто бомба по тебе начинает стрелять эдак а ты такой отомщение такой и пока ему красота просто лютейшая красота то есть отомщение и прочь прости прощай привет а если еще шиповка я их собирал я любил шиповку на этом герои вообще с кайфом нашел кого-то из топов и собирал ее до конца во всех катках просто фактически и просто уничтожала противника отомщения вообще цены ему просто нет ну то есть ему возвращается урон которым по вам наносит да и снижает по вам полученный урон и он очень помогает чтобы настакаться потому что иногда начинаешь настакиваться и хочет у коснулся тиммей и всех разнести вокруг а ты просто не можешь что сделать просто убивают быстрее несмотря на все твои щитки отомщение помогает и в этом да не просто там сражаться против адека из как много соберов и собира не врываются тебя ты прожимаешь отомщение не просто умирают способность можно прожать для тебя уже бьют то есть летать фист не может так прожать по это ты можешь использовать именно так и они умирают ну и билд это моя авторская уже работа потому что да это было собрано из всего их последний катах 5 я играл только таким билдом фактически я горжу своим билдом ну понятное дело вот эти вот про настакивание ультимейта вокруг да это что мы 2 постоянно кастуем они шикарно работают шиповка против адека чтобы как раз таки попрыгать отомщение прожать убить да и вообще физ урона получить оракул для того чтобы улучшить вампиризм ультимейте если мы его можем получить и для того чтобы больше щитов получать как раз таки с наших попаданий с нашей пассивки ну и проник поселим вы можете вот таком порядке собирать но можно кое-что поменять дабло и те можно попытаться вместо этого сапога можно но и в концовке так вообще ни разу не делал я его мог менять на магическую дополнительную защиту да если мне давали забрать бал потому что здесь перед летки навыков я почувствовал себе что это очень классно с этим слотом это 20 и мне приятно для меня бонский честно по сборке сильно даже говорить не хочу основные моменты я сказал в конце проник да если там конечно нет вообще магов то ну даже пофиг на эти щитки возьмите лучше древнюю кираску тем более что древний кираска теперь шиповный брони не мешает мне и раньше не мешало чем больше брони тем дольше живешь тем лучше и мне только это надо так когда ты мешала и меньше типа отражала урона сейчас как раз таки в шиповке написано до снижения урона вот эта фраза до снижения урона то есть возвращается камбэка и цену и есть там супер много магического урона да то возможно не нужно брать оракул или как-то еще если там проникать не в кого вот может вам божественный меч не нужен пылающий жезл я понял что это прям чуть ли не основной слот вот чуть ли не основной слот мне нравится этот билд в общем вот таким вот макаром можете играть конечно же так а вот мы разыграем конечно же по любому мы это сделаем и конечно же у нас есть ластка тулечка после которой ласка трючки расскажу как это все дело мы разыграем поэтому приятного просмотра забыл сказать на тестовом сервере тому какие-то муткие героя сначала занерфили как будто бы а потом как будто бы бафнули нервы те короче суть в том основная суть честно я не очень критично отношусь к нервам и это все делается для турниров для каких-то да также будет играть на соло как и играла не могу сказать что это герой прям соло идеально крутой супер мега класс хотя у меня там закончил на какой-то 17 позиции 70 челленджей принципе неплохо но есть герои на которых это проще делать все же чем на joy она вот в команде классно играла на ней также можно будет доходить до мифы и стопудово дадим можно дойти на каждом герой и вообще там все балансе условно до мифа на любом персонаже это можно делать если ты умеешь играть в эту игру и даже на самых кажется уеху плохой персонаж это делается и иногда делается очень даже легко например было у меня нами что там поменялось во первых там брали щиты пока что возможно еще и вернут так вот суть в чем ну там защиту зато дают в ультимейте и при этом урона больше по одной цели чуть станет и быстрее на этот урон будет наносить но здесь щиты уберут оракул мы не собираем уже уже бессмысленно можем взять полноценный нормальный щит афины и в этом плане даже как будто бы лучше учитывая что и так защита какая-то добавится плюс это еще может в урон можно будет жестче играть даже без щитов короче я не могу сказать что это прям миллиарды щитов накапливал как на харите каком-нибудь можно там или на эсмеральде да полностью щиты накопить не совсем это так было в общем будут изменения там меньше таков по моему надо будет для ультимейт то есть но при этом больше можно было делать прыжков это немножко может и обид в некотором смысле будет герой играть не переживайте просто ищет и уберут оракул бессмысленно в этом сборке тогда вот как то так ну что ж дружки пирожочки всем дарова прокачиваю вторую покупаем сапог попытаемся выйти как раз таки возможно в магические сапоги последний катак 6 7 я собирал их и мне в принципе нравились они да не хватает немножко перезарядки мне в некоторых моментах сапогом даже несмотря на то что это все же 10 процентов перезарядки чувствует чуть получше себя принципе здесь может быть фрейка не хочется тратить просто так вторую способность да и в принципе она должна была ворваться уже вроде как она нет против больмонда играю с отомщением да ну и начинаем второй напрыгивать причем и сабер у них какая-то неразбериха не боимся трошки попрыгиваем но походу мне лучше прожать здесь отомщение потому что я могу нахвататься сейчас на клыка взять немного как сегодня кто-то говорил и знаете что наверное мы это сапог соберем этот но сделаем вот такой вот ход защита и вот выйдем в эти штанцы периодически я тоже так делаю не определить они видимо у них нет рома я так полагаю ну вот такие вот бонусы властовой до этого вроде как противники таких бонусов не давали здесь далее здесь лучше конечно не высовываться сейчас потому что могут отправить просто меня на базу лучше поиграть аккуратней да я играю чаще иначе я до последнего здесь дерусь второй способности потому что она дает щиты и там подобные фишки но можно попытаться немножко сыграть то есть немного потерялся хотя бы чуть-чуть и первую дать попытаться отбежать ну и в принципе немного прохарасили мы здесь человеком я даже монету сумел забрать по моему это бонусы просто бонусы 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 обычно такое мне не доводится делать может через первую там прыгнуть получить двойные щиты как раз таки ну да я здесь настакался вроде как стакался неплохо ну мы проигрываем по голде да они двоем делят золото но есть шанс что это просто двоих час убью серьезно по поводу ботинка да мы выходим в этот берем сапоги на перезарядку кусты можем немножко подсветить но крипа этого бить не имеет смысла мы его атакуем очень долго и можно конечно этом потратить очень много времени 1 2 3 не попал 4 не попал отлично все промахнулся хотелось бы даже четверку от него чтобы он меня ультанул я отомщение дал и тут кстати атака черепахи происходит хорош хорош кагура залетела прямо отлично ряд тут хаябуса ворвется ну ножки есть у лильки есть ножки и это не очень круто но зато вот можно попытаться этого товарища забрать товар очень больно дерется кагура перебарщивает я перебарщиваю уйдем 1 2 2 можем кину здесь первую еще и убежать на базу через что здесь сыграть пылающие пылающие мне кажется очень сильно то то быстро и нужен как ты выжил ну вот как-то выжил кое-как выжил пылающий не нужен потому что нет танка то есть в принципе мы собрав палочку гения сможем сделать максимум наверное 3 3 счета 162 1933 на счету фрейка перефармливает весна я фрейка и лот наделал очень хороший старт она выдала мы постепенно стакаемся но здесь четко я настакался можно в принципе наверное ультануть немножко его прохарасить но здесь вот пошло отомщение но хп мы не слабо ему отняли можно попытаться скипнуть line и куда-нибудь подтянуться глянуть чего-нибудь где-нибудь рядышком бальмонт ну не грамотно он играет вот грамотно наверно сейчас сыграет этот товарищ да да перед перестарался я при этом первая смерть но я прям здесь очень сильно хочу шиповку взять ну и наверно возьмем оракул это конечно если бы лирику сильно не боялся то можно было взять не оракул бы а 2 из защитных слота потому что них прямо на бойцах все построено шиповка даст хорошую физзащиту просто-напросто по золоту 2 200 конечно они суммарно имеют золото поболее моего не боимся у нас есть отомщение мы можем по файтится вот она отомщение пошло работать как раз таки это kill а здесь что будем делать здесь будем пытаться уходить наверно просто и сыграть чуть более менее аккуратно чуть не хватает не до палочки гения попытаться аккуратно как-то забрать крипов возможно настакаться в этих крипах и ультанусь по бальмонду у палки гения конечно не хватает раз два три четыре пять плохо настакался палочка гения но это все плохо это все очень плохо и он так скажу бальмонт крут по мне вертит замедлим ускоримся ладно нужно отойти это баловство это просто баловство какое-то первая вторая еще раз стараю ну там прям файты такие не на жизнь одна смерть поэтому надо наверно забирать крипов забирать скипать еще пачку что-то опять я не настакался not до сих пор у меня возникают проблемы замедлили ускорились выйдем сюда и там мои ребята очень хорошо сыграли в том файте до этом покупать не будем музыка закончилась как как вовремя как же во время она закончилась может к ее и не будет тогда на ластулечку каточку хотя до этого я с музыкой выигрывал выигрывал с песней ну вот антиконтроль и ультанусь можно хорошо шикарно пришел зря я купил этот слот зря потому что это будет проник ну проник здесь надо взять проник здесь надо взять бальмон конечно может ко мне подойти до мы через него и выйдем сразу же здесь не так важно было четко в такт попадать здесь это я зря нет но я там не хочу не файта вообще ни в коем случае не хочу я это покупать надо поменять меня билд да вот это вот точно надо взять до хп надо взять 1 ускорились убегаем убегаем я все же купил да но это потому что файт идет я перенервничал но не на стакана я макил сделали до первую убежали хорошо шикарно но здесь я на ошибался чуваки реально покупал ерунды у меня вот этот билд стоит неправильно я не хочу так играть честно не хочу точно не сейчас но продавать что-то сейчас я тоже не хочу поэтому наверное мы будем пытаться выйти все же в пылающе вы знаете что ластовую катку еще потащу из-за этого да вы сейчас на так он себя правильно в ритм но это никому не надо как только пылающий соберем конечно лесных крипов мы начинаем забирать чуть получше до этого момента не все так сладко но денег мне нужно там еще нормально да накопить чтобы купить этот слот 1700 1700 это очень это очень плохо поэтому сделаем так хотя бы но я очень редко так собираюсь очень редко я хотел сказать катка хорошо складывается теперь я вижу что у меня вся команда мертва в этот момент у меня есть проник и бальмонт возможно еще страдать это подруга без ножек влезем через старую по-быстрому уже с ножками уже с ножками но они ее не подхилили да я плохо влетел просто-напросто плохо влетел есть ультимейте есть отомщение не попал не попал здесь нет товара надо катиться хорошо получилось не отдавать отомщение но я прям здорово попал всеми вторыми сам не рассчитывал что так попаду автоатаками добил даблкил сделал еще как бы лорда можно было попытаться забрать но здесь я перебарщиваю игры с огнем мы можем забрать этого или нет плавящим конечно это проще забирается ну по золоту есть преимущество у нас ну на мне vision висит конечно мне никого лорд нельзя начинать атаковать вот я настакался до последний конечно так можно давать не в цель то есть можно просто прыгать 2 и на этом в принципе все бальмонт учитывая что у меня есть проник нужно главное настакаться правильно и попытаться все же по нему поиграть хорошо упала еще здесь мне не хватает более чем мы видели 1700 надо упала еще вопрос не хватает но и у него два слота магической защиты а у меня проникновение как же я вовремя все это сделал да немножко глаз да глаз за этим за лордом потому что если его заберут противники будет совсем плохо шикарно мы купили все атакующие наши слоты мы можем выходить в принципе спокойно в шиповку здесь шиповка отомщение это просто открытие я никогда не играл через отомщение даже деньги потратил алмазы на это чтобы его взять просто бомба отомщение просто любого адыка выносит а если у тебя есть какая-то хоть немного физическая защита это просто красота ну кэри не дофармливает совсем не дофармливает да мы не можем атаковать когда работает ультимейт только первая способность так что там под вышку можно было не бежать 8 киллов у меня кагура сделала я считаю что нам нужно пытаться забрать забирать лорда тимураков ну как-то знаете действительно там не все у них стабильно с этой игрой я бы даже хотел здесь папа файтс а просто для того чтобы собрать здесь противников если честно я не могу сказать что я прям быстро атакую этого лорда вот ханаби может это делать а фрейс она не пошла лорд наш ульта я ультанулся может быть зря хотя здесь вот неплохо по лильке прошлись шикарно отомщение отомщение теперь уже от противника рядом кэри у меня своего отомщения нет и здесь я до него не достал надо было кидать первую прыгать через первую вот что нужно было сейчас делать купили слот но и последний защитный оракул да то есть нам нужно будет продать там предметик принципе можно наверно продавать потому что мы совсем скоро соберем уже как раз таки небольшую магическую защиту пускай она будет правда лишились нашего вампиризма к его было и немного но не настакался я полностью ну как тебе в шиповку меня атаковать шиповку отомщения забрали здесь мы двоих здорово но мне это отомщение в принципе меня может ворваться и обидеть меня очень сильно было бы отомщение конечно бы все получилось куда лучше здесь по вышке можно поиграть немножко лилия 2 2 и по по-быстрому хорошо в колдаун отправили правда свою вторую и здесь ворваться не можем хотя уже можем уже не можем уже не можем на топе очень мало хп осталось и опять же у нас такие в колдаун ушли давай 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 вот там подпалил может кто-то умрет шикарно у меня все единицы надо заканчиваться этим счетом по тавру по тавру патрону то есть короче из него через крипа через еще одного крипа отомщение окей и патрону серии убийств я думал со всеми единицами закончивают победа были но какая концовка классная стрима просто получилось последние там каток 5 а это кушка гавка зашла и закинула донат серьезно она сказала что она написала моя любимая булочка начали привет не скисай из-за этих идиотов все будет круто все будет классно люблю целую обнимаю впереди будет только полоса побед обняла приподняла дорогой и вот и она и вот и она как раз таки та самая серия побед там очки какие-то мне добавляются как будто по звуку да не получил я mvp в ласкатке легендарного получил mvp нет урона больше всех впитал больше всех но поучаствовал меньше в количестве кайф файтов да и там кагура подпушила больше да и урон не намного больше но впитал то я 38 процентов 38 процентов с одной смертью 6 смертей у тигрилла и впитал он 28 процентов по моему это круто да вот такая получила пластуйка по моему классная катка тут и урон на делу всего на делал вообще супер мега классно как принять счастье в розыгрыше ребят ставьте ваши лайк пишите в комментарии что вы участвуете в розыгрыше и ваше мнение о розыгрыше вот такой комментарий должен о розыгрыше о челлендже то есть мнение о челлендже я участвую в розыгрыше мнение о челлендже какое-то такое то не надо писать слово мнение о челлендже и участвую в розыгрыше плюс подписка на канал лайк подписка вот этот вот особенно комментарий и вы участвуете в розыгрыше на этот аккаунт вот как то так джой мне очень понравилось джой в меру сложная в меру сложная но на ней кайфово играть на на ней начинает что-то получаться ты прям ты прям кайфуешь в общем ребят спасибо что смотреть видосик до конца если хотите лайк на ваш коммент пишите что досмотрели до конца поставила и вот есть участвовать в розыгрышами собирать вот спасибо большое до новых встреч и пока пока